Здравствуйте! В эфире программа События. С вами Лариса Шалафаст. В этом выпуске расскажем вам о том, чем жила Самара эту неделю. В Самаре с размахом отметили День защитника Отечества. Торжества 23 февраля проводились по всему городу. Хронология событий в репортаже Марины Матвейшиной. Ура! 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 По-военному точно и по-праздничному торжественно. День защитника Отечества в Самаре начинается на площади Славы с минуты молчания. В торжественной церемонии возложения цветов принимают участие первые лица области и города. Почетные граждане, ветераны вооруженных сил, представители патриотических клубов и кадеты. Человек, который гордится тем местом, в котором он родился, который в любой момент может защитить его, защитить своих родных и близких. Это и есть защитник Отечества. Впервые в этом году цветы возлагают и к памятнику маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову. Герою Советского Союза, дважды герою социалистического труда, министру обороны, уроженцу Самары. Знакомые с ним лично называют его самым человечным и понимающим министром обороны. Самара должна помнить родившегося на этой земле человека, который стал гордостью Советского Союза. В годы войны руководил сложнейшим министерством, наркоматом и после этого руководил вооруженными силами. И под его именно командованием все мы проходили офицерскую службу. В изложении цветов к памятнику маршалу Устинову городские власти предлагают сделать традиционным. Выжжить, снять! День защитника Отечества в Самаре стал днем окончания марш-броска из Сызрани. Позади 200 километров по снежной целине. Еда на костре, сон в плащ-палатках на снегу. Там же остались усталость, тревоги и волнение. Участников лыжного марафона встречают чуть ли не всем городом. Трасса была очень сложной. Овраги, снег, лес. В общем, очень тяжело прошли. Впечатления хорошие. Поставленную задачу выполнили. До финиша дошли. Супруга Олега Киркуянца не спала все три дня, пока муж испытывал себя на прочность. Дорога была сложная. Каждый день он звонил, рассказывал, что и как. Вчера весь день переживали за него. Все нормально, сегодня позвонил, говорит, встречайте меня. Все, дошел, жив-здоров. Готовились к сложному марафону два месяца. Сдавали нормативы ГТО, причем в усложненной форме, с увеличенной нагрузкой. Но мужчины и предположить не могли, какие еще трудности их будут ждать в пути. Мы, честно говоря, не успевали в график. Пришлось поработать и сутки не поспать одни. Шли, просто спали. Привал хотя бы 10-15 минут, укрывались спальниками и дремали. Потому что, ну, главная задача выполняем, вот мы здесь. Марш-бросок, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО, вдохновил многих самарцев. Они тоже не прочь попробовать свои силы. Один, два, три, четыре. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. В День защитника Отечества в Самаре появилась еще одна мемориальная доска воину-афганцу. На фасаде 163-й школы, где учился боец, увековечили имя Алексея Подлесного. За мужество и героизм он награжден орденом Красной Звезды Посмертная. О героях нашего времени материал Алины Чемерес. На торжественной церемонии военные ученики школы, которую окончил Алексей Подлеснов, родственники. Сестра героя Ирина Гадельшина на митинг пришла с детьми. Она едва сдерживает слезы. Рассказывает, брат остался в ее памяти добрым лучезарным мальчишкой. У него было столько друзей, просто огромное количество друзей. Когда он находил в армию, он говорил, мам, меня придет провожать весь 22-й портист. Правда, народа было очень много. Люди были и в подъезде, и в квартире. В армию Алексей Подлеснов ушел сразу со школьной скамьи. Ему только исполнилось 18. Заявление с просьбой отправить в Афганистан написал добровольно. Служил во второй те. Во время одного из боев Подлеснов был ранен. Лежа в лазарете, ответил командиру, жить буду. Но операцию на голову Алексей не выдержал. Для сегодняшних школьников он настоящий герой. Только исполнилось 18, а тут уже в армию и сразу на войну. Не каждый вообще вытерпит это и решится на это. В прошлом году в Самаре уже открыли 15 памятных табличек выпускникам самарских школ, которые погибли в Афганистане. Всего после той войны домой не вернулись 245 жителей региона. Если у человека возникает момент, когда он ценой своей жизни выполняет определенную задачу, он должен быть четко уверен, что его подвиг будет оценен и он будет не забыт. Мы будем этим заниматься, пока последний солдат погибший не будет отмечен доской памяти. Мы будем этим заниматься, сколько бы ни потребовалось сил и средств. После открытия памятной доски Алексею Подлеснову военные, школьники и родственники героя возложили к портрету воина цветы. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Есть долги? Тогда они идут к вам. За горячую воду и теплоснабжение своей управляющей компанией задолжали жители промышленного района Самары. Ранним утром в гости к должникам отправились судебные приставы. В переулок Гвардейский в промышленном районе Самары здесь проживают более двух десятков должников. Чтобы до них достучаться, будить, как правило, приходится соседей. Сами неплательщики дверь открывают редко. Повязочку я вам вручаю, передаете ее данным гражданам и говорите им, чтобы они явились, иначе будут приняты меры принудительного характера. Собираются должники платить или нет, выяснить так и не удалось. Но, судя по их поведению, финансовое бремя не сделало их менее легкомысленными. По данным управляющей компании, на ее обслуживание в промышленном районе почти 200 жилых домов. За услуги ЖКХ не платят почти 100 человек. Несмотря на маленький процент от общего числа, долг составил более миллиона рублей. Хотелось бы решить до судебного спора этот вопрос. Но, к сожалению, мы были вынуждены обратиться в суд с заявлением о взыскании за должность данных граждан. Пока судебные приставы лишь оставили должникам повестки. В назначенное время им придется явиться в отдел для беседы. Если и это не подействует, последуют крайние меры. В отношении данных должников, конечно, будут установлены меры принудительного взыскания за должность. То есть будем ограничивать право выезда за пределы Российской Федерации. И если у нас не будет платежных документов, подтверждающих оплату, то, к сожалению, мы будем вынуждены начать отрядское имущество. Вырученные с продажи имущества деньги пойдут в счет погашения долга. Но стоит ли тянуть? Тем, у кого возникли временные финансовые трудности, в управляющей компании советуют не отсиживаться дома, а идти на переговоры. Возможно, им пойдут навстречу и предложат оплатить за должность в рассрочку. Сергей Кизоркин, Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. По весеннему теплый февраль сдвинул график работы коммунальных служб города. Ливневую канализацию в этом году начали чистить значительно раньше обычного. Чтобы ускорить работу, задействовали специалистов двух муниципальных предприятий. За работой наблюдал наш корреспондент. Коварный февраль с перепадами температур вынудил коммунальные службы начать пролив дождеприемников раньше обычного. Обычно работы стартуют в марте. Это необходимо, чтобы улицы не затопило талыми водами. Ливневую канализацию промывают кипятком, чтобы пробить ледяные пробки, образовавшиеся за зиму. Сложность. Стоят припаркованные автомобили. Не все получается разом открыть ливневочки. Потом приходится второй раз проходить и открывать повторно. У нас график есть. В течение двух недель мы должны очистить все ливневки. Рабочие перемещаются от одной решетки к другой. Это сотрудники сразу двух муниципальных предприятий. Благоустройство и инженерные системы. Работают в связке и по строго согласованному плану. Совместно с МБ благоустройство разработано и утвержден по адресной графике адресов, где мы совместно проводим работу по очистке льда и снежных накоплений с приладковой части, с дождеприемных решетков, с последующим проливом горячей водой. В городе уже промыли более половины всех дождеприемников, отремонтировали полторы тысячи колодцев, более двух тысяч очистили, приведены в порядок и сливы в реку Самару. По плану, все ливневки города должны быть полностью готовы еще до начала активного таяния снега, что поможет избежать скопления воды на основных и самых оживленных магистралях Самары. Андрей Трой, Станислав Левин. События. Как Петр Ильич Чайковский по Самаре гулял? И кто провозгласил на весь мир о победе в Великой Отечественной войне? На экскурсию в музыкальное прошлое Самарской губернии приглашает музыковед Людмила Беляева. Уникальной страницей истории филармонии вместе с автором книги «Полифония смыслов» листала Ольга Морозова. «Полифония» переводится как «многозвучие, поле много, фон звуков». А главные герои этой книги – это люди, которые отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны за то, чтобы филармония процветала, за то, чтобы здесь собиралась нарядная публика, чтобы было всем счастье. Мода на концерты в Самарской губернии берет свое начало в XIX веке. В книге детально описан первый визит Петра Ильича Чайковского. В Самаре местными силами поставили его оперу «Евгений Онегин». Композитор остался доволен. Куйбышевская филармония начиналась с бесплатных музыкальных классов начала 20-х годов прошлого века и концертов в кинотеатрах. «Территория счастья» – так называется «Морскую филармонию» автор книги «Полифония смыслов» Людмила Беляева. Атмосфера праздника заставляет зрителей возвращаться сюда вновь и вновь. Музыка исцеляет и толкает на подвиг. Куйбышевская филармония была создана в 1940 году, а в 1941-м многие музыканты в составе фронтовых бригад отправились на передовую, поднимать боевой дух солдат. Многие дошли до Сталинграда. Известный факт 9 мая 1945 года. Солистка Куйбышевской филармонии Вера Зинкевич исполнила у стен Рейхстага песню «Ах, Самара, городок». Таких уникальных исторических фактов в книге почти на каждой странице. Людмила Беляева 30 лет, работает музыкальным редактором Самарской филармонии. Рассказывает, сначала хотела написать очерк 75-летию, но материал оказался на целую книгу. На презентации фолианта музыковед заметно волнуется. Не просто писать о своих коллегах, ярких творческих личностях. Людмила Беляева, я помню ее с 91-го года, с те первые мгновения, когда я только пришел в Самарскую филармонию. Все происходило на ее глазах, так что я думаю, что эта книга написана правдиво, написана сердцем, написана с большой любовью к Самаре, к самарским музыкантам и к самарской филармонии. Книгу «Полифония смыслов» планируют передать в библиотеке музыкальных училищ и школ, пока она издана тиражом тысячи экземпляров. В планах автора продолжить исследование музыкальной истории Самарской губернии, которая постоянно развивается. Ольга Морозова, Станислав Левин. События. Вернулся с победой. Восьмилетний Арсений Собольков из Новокуйбышевска прошел в проекте «Голос. Так называемое слепое прослушивание». Арсения выбрала Пелагея. К участию в проекте мальчик готовился несколько лет. Своими впечатлениями от конкурса Арсений поделился с Викторией Шарой. Как ярко светит после бури солнце. Я знаю. В победе своего воспитанника педагог Ирина Якушева не сомневалась. На проект «Голос» Арсений мечтал попасть к Леониду Агутину. Но и то, что его выбрала Пелагея, стало приятным сюрпризом, который, впрочем, взволнованный учитель Арсения пропустила. Когда мы стояли в комнате ожидания, в комнате поддержки, у меня на тот момент было одно желание, чтобы он спел хорошо. То есть других мыслей у меня на тот момент не возникло. И, конечно, когда повернулся Пелагея, то есть конкретно этот момент я пропустила. Потому что я очень внимательно следила за ребенком. Я только услышала уже практически аплодисменты, фанфары. Тогда я только среагировала. А до этого выбора было много других, незаметных для телезрителей, но оттого не менее волнительных. Заявки на участие в проекте прислали около 10 тысяч ребят. 600 из них пригласили в Москву на прослушивание. Ребята пели акапельно, перед большим жюри, в котором сплошь профессора. И только потом случилось слепое прослушивание, которое свело Арсения с Пелагеей. Она, во-первых, добрая очень, красивая, она очень веселая, с ней никогда не бывает скучно. И она хорошая. Впереди у Сени много работы и много отборочных туров. Сейчас он готовит сложную песню, которую ему дала Пелагея на английском языке. Нацелен на победу, но на вокале свет клином для мальчика не сошелся. Говорит, уже наметил на будущее запасной вариант. Если у меня не получится стать певцом, то я стану криминалистом. Мне нравится отпечатки смотреть и искать преступника. В финале проекта должны остаться 45 ребят. Их ждут годовые гастроли по России с наставниками. А самых работоспособных – сотрудничество с продюсерами. Виктория Шара и Константин Головин. События. Возможно, в последний раз самарцам выпал шанс побывать на живом концерте «Земфиры». Певица заявила о завершении гастрольной деятельности. В Самару «Земфира» приехала в рамках гастролей с программой «Маленький человек». Видеотрансляция с концерта, которую вела самарчанка Юлия Черняева, набрала почти 30 тысяч лайков со всего мира. Роковую красавицу Самарского зоопарка поздравили с днем рождения. Черному ягуару по кличке Нуар исполнилось 6 лет. Познакомиться поближе с дикой кошкой пригласили детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для них провели викторину и тематические игры. Хищную имениницу поздравила и Алина Чемерес. Грациозные движения, шерсть шоколадного цвета и самые мощные челюсти из всех кошачьих. Хвостатая именинница в свой день рождения неспешно разгуливает по клетке. Черному ягуару по кличке Нуар сегодня исполнилось 6 лет. Для пятнистых животных это самый расцвет сил. По человеческим меркам лет 20. В Самарском зоопарке красавица Нуар живет в ангаре. Родина ягуаров Южная Америка и поэтому сейчас им на улице будет просто холодно. Прямо по соседству ее партнер Кекс. Вместе в одном вольере они живут только в брачный период. В природе эти животные одиночки. Если слишком много времени будут проводить вместе, просто-напросто подерутся. Нуар поселилась в Самарском зоопарке еще котенком в возрасте 8 месяцев. Привезли ее из Санкт-Петербурга. Вслед за ней здесь появился и Кекс. Несмотря на то, что супруг белый, рыжий животное одного вида. И разница у них только в цвете. Сейчас Нуар уже дважды мама. Потомство кошачья семейка приносит каждый год. Как истинная леди Нуар сидит на диете. Лишний вес может создать проблемы во время родов. Характер она добрая. Она даже глазится, дается. Но не всем. Очень умная кошка. Когда мы привезли мужа. Он был маленький. Она его как детенок. За ним учила всему. Она всегда с ним была рядом. Ругала его. В природе ягуары самые неприхотливые в еде. Охотятся на птиц, обезьян и даже небольших крокодилов. Его челюсти способны разгрызть панцирь крупной черепахи. Внешне ягуары больше похожи на львов и пум. Хотя на самом деле произошли от тигров. Но, как считают воспитанники приюта Надежды, которые пришли поздравить Нуар, даже хищникам нужно устраивать праздник. Им приятно, что у них день рождения и дарят подарки. Что пришло много людей полюбоваться на них. Вместо праздничного торта в подарок Нуар получила аппетитную курицу. Лакомый кусочек достался и кексу. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова